Приветствую вас, Андрей, и интереснее вы задаете вам этот вопрос. Ну, то есть, вот, вы, наверное, видели, что у нас тут есть раздел эзотерика, у нас тут есть раздел психологии, вот, ну и, в принципе, еще много других разделов. Так вот, знаете, Андрей, я вот мог бы, наверное, зайти к вам в профиль, чтобы Андрей задавал ли вы какие-то еще вопросы, вот, смотрю, что вот вы задавали вопрос, в принципе, тоже такой коротенький, вы говорите, люблю девушку, встречаюсь больше полгода, пару дней назад она полюбила другого. Как? Что мне делать? Ну, вот, знаете, Андрей, девушка не могла полюбить другого человека пару дней назад. Если она полюбила его, как вы говорите, значит, были для этого у нее основания. И в первую очередь, основания эти, они связаны именно с тем, что ее что-то не устраивало с вами, именно вас что-то не устраивало девушку, понимаете? Вот, и, скорее всего, слово полюбила, как вы говорите, здесь довольно условно, то есть, условно потому что, девушка говорит, вот я хочу быть другим человеком, потому что я его полюбила, да? Говорит девушка, но при этом, видите, какая интересная вещь получается, она не могла его полюбить, быстро, понимаете? Два дня, не могла, это невозможно, понимаете? Вот, поэтому, поэтому, думаю, что после того, как вы, вот, собственно, говоря о, назоветесь, испытали переживание от того, что девушка от вас, вот, ушла, после того, как у вас, ну, своего рода, как я думаю, поменялся немного ваш мир, ваши ощущения, все это поменялось, вот, и вы думаете, что, вот, может быть, что-то вы неправильно живете, может быть, что-то вы что-то не так делаете, может быть, что-то с вами что-то, ну, не то происходит, что вот как-то должно происходить, да? И так далее. И вот вы испытываетесь, что называется смятение, да? То есть сомнения, когда вот то, чем вы жили, оборачивается против вас, ну, вообще, чем-то непонятно. Это вроде бы и все осталось нам по-прежнему, но в то же время явно вот не получается у вас, получается, что-то, чего вы хотите. И это, конечно, не может вас не огорчать. И вот вы сейчас задаете вопрос. Говорят, идти мне к гадалке или нет? Понимаете? То есть идти мне к гадалке, чтобы узнать свое будущее и правильно ли я дорогой иду, или нет. Значит, и понимаете, вопрос, что вы задаете психологам. И вот как-то не очень понятно, почему вы задаете вопрос психологам про гадалки. Как психолог я вам скажу так, что есть гадалки хорошие, есть гадалки, которые действительно видят людей, которые действительно помогают людям. Есть действительно маги. Проблема в том, что их немного. И подвергаете вы свою жизнь определенному риску, когда доверяете гадалкам. Да. Но все зависит от вас. То есть, если вы не хотите, например, работать с психологом, допустим. Не хотите разбирать причины, например, вот, по которым от вас была девочка. Ну, допустим. Если вы не хотите с помощью психолога лучше понимать себя, лучше осознавать себя. А если вы не хотите жить более осознанно, то в таком случае, конечно, можно идти к гадалкам. То есть, понимаете, гадалки это люди, которые работают с теми, кто не хочет над собой работать. Кто хочет быстрого результата, кто хочет, чтобы вот ничего не делал, а, грубо говоря, деньги заплатил, и в принципе все. То есть, у тебя все сделали, тебе все рассказали, тебе все объяснили. Но даже гадалки говорят о том, что там есть определенные нюансы, и что человеку все-таки нужно что-то делать. То есть, все-таки вот само по себе, да, все равно не получится. Даже в этом случае. Ну, так, о чем тогда говорить, да, в контексте вот того, что это довольно просто. Понимаете, то есть, если вы хотите просто получить ответ на свой вопрос, В интерпретации отдельного человека, с определенными погрешностями, с вероятностью того, что это может быть неправда, что это может быть ошибочно, что вам это может быть не подойдет, да, и так далее. Если вы готовы, то думаю, что... То есть, понимаете как, гадалки дают ответ на вопрос, который вас беспокоит. Быстрый, простой, но с определенными погрешностями. А психологи, же психологи, дают ответ не быстрый, в чем в некоторой степени минус психологической работы, но при этом более, скажем так, более реалистичный, более адаптированный к вам. Потому что психологи ориентируются на научные методы. Вот. И для этого требуется работа, для этого требуется усилие, для этого требуется время. Если у человека это время есть, если он хочет получить новую информацию о себе, лучше понять себя. Если он хочет получить более, так скажем, приближенные рекомендации к себе, именно приближенные, да, и довольно реалистично выполненные. И человек, если человек хочет, чтобы все-таки все зависело от него, и чтобы он управлял своей жизнью, тогда человек идет, конечно, к психологу. А если человеку нужно просто получить на что-то ответ, если человеку просто нужно, чтобы вот ему что-то сказали, если человеку нужно, чтобы ему просто ответили на вопрос, и он при этом ничего, ничего, ничего бы не делал, то тогда лучше идти к гадалке, безусловно. Понимаете? Поэтому определите для себя, какие у вас, грубо говоря, требования, какие у вас требования к специалисту. И как вы хотели бы свой вопрос решать? То есть на что вы готовы ради решения вопроса? Какой вы человек? Вот кто-то, какой-то человек, да, хочет побыстрее. Вам надо гадать, что идет, будущее, правильная дорога и так далее. Но это результат такой, что вот, ну, воспользовались всеми, понятно вроде, а потом, может быть, непонятно. Понимаете? Вот. Если вы чувствуете в себе готовность, а главное желание познавать себя и понимать себя, контролировать свою жизнь, да, вам, конечно, все-таки лучше и лучше к гадалке не ходить, а лучше все-таки именно к психологу. Но, еще раз повторюсь, зависит это от вас. Я думаю, что и психологи, и гадалки имеют право на жизнь. В любом случае. Я думаю, что и психологи, и гадалки имеют право на существование. И просто разные специалисты разные специалисты используют разные методы и удовлетворяют запросы разных клиентов. Главное не определить, к какому виду клиентов относите себя вы. и исходя из этого уже и позиционировать ответ на вопрос, стоит ли эти гадалки и узнать чтобы узнать будущее. С точки зрения психологии, например, будущего как такового нет. То есть, человек влияет на свое будущее, и об этом говорят некоторые эзотерики тоже, а человек влияет на свое будущее каждую секунду, каждым своим действиям. Но опять же, опять же, решать этот вопрос только вам. Я думаю, что если вы решили идти к гадалке, потому что вас на это подвигло расставание с девушкой, то причину этого расставания можно проработать с психологом, можно скорректировать ваше поведение так, чтобы вы девушку вернули свою, чтобы по крайней мере попытались вернуть, чтобы отрадали свои ошибки, что вы делали неправильно. Но это опять же при вашем только желании. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, я вам помогу, если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачу. и удачусь. Продолжение следует...